Здорово, подпивасы и кривозубые крестьянины, которые любят покушать хот-догов за 700 рублей. Вован, привет. Антон. Леха с нами за кадром, и мы делаем обзор на хот-доги от Славного Дружа Облома. Мы с Лехой обозревали доставку Славного Дружа, где пиццы, роллы и так далее. Мы разочаровались. Я тогда вкидывал удочку, что надо сделать обзор на хот-доги, и мы разорились, потому что мы не все хот-доги взяли. Мы взяли 5 штук из... Или 6. Да, там еще 2 не взяли из основного меню, и один из сезонного. Там один хот-дог, он пивной называется. Но все у нас вышло на 4050 рублей. У нас здесь классический, рваная свинина, итальянский, вишня, бекон, ананас, бекон, куриная... А нет, хот-дог к пиву, салат кола слоу, картофель, не знаю, какой-то соус бульгоги. Там мы просто так ударение поставили, я думал, бульгоги. Картофель к пиву, и все. И еще соус кола барбекю. У нас это всего на 4 тысячи и 2 пакета. Подай его, Иван. Ах, ты стоп, подожди, рано. С чего начинаются правильные пивные обзоры с пива. Мы, кстати, когда так сидим, у нас, по-моему, головы отрезаются. Вот так у меня головы не видно. А, не видно. Ну все, пиздец. Ладно, пофиг, вот, держите кружку. Спасибо. Я сегодня буду мужчиной честной судьбы. Я просто из-за провода плохо вижу. Отрезает. Ладно, я потом буду так сидеть. Я потом, может, подниму. Типа, если вот так уже сидишь, то отрезают голову. Нет, если вот так, то не я. Макушку отрезает, если он прям вытягивается. Пиздец. Я пиво наливать не умею, кстати. Что-то камера слишком узко мыслит. Угу. Нет, просто стол низенький. Я из-за этого, чтобы стол было видно, надо сильно поднимать. Она не пустая, там что-то пиво есть. Подай пакет один, давай с любого начнем. Спасибо, Леха. Комплектации и так далее, да. Салфетки. Нормально. Ну, на 4 тысячи мало, хочется пачку, конечно. Может, еще во втором пакете будет. А, нет, подожди. Вот тут еще, короче, вилка, ножка, еще салфетки. Салфеток много, значит. Потому что таких комплектов раз. Это каждому хот-догу, видимо. Два, три, четыре и пять. Кстати, мы с Иваном внутри были, заказали. Приехали достаточно быстро на такси. Но сегодня по учителению, что-то там мост перекрыли. Мы поэтому долго ехали. Поэтому сразу минус палок. А мы на такси ехали? Да. Но внутри заведение симпатичное, кстати. Мне понравилось. Там мягкие сиденьица. Они, кстати, походу переехали. Потому что изначально было место. Я видел видос, когда только открылся. Вообще другое. Но сейчас у них там даже два этажа. Заказ мы ждали, что-то минут 25 где-то. Мы заказали, пока нам принесут, ждали 25 минут. Что там еще есть? О, это то, что я хотел. Это колслоу. Салат из капусты за 150 рублей. Вкусно. Дальше. Два соуса. Но я так понимаю, это кола барбекю. Это бульгаги, не знаю, что-то. Такое на киченес похоже пока что. Это как будто собака рыбает. Так, это еще один чек. Очень много бумаги. Подожди, еще одна пачка шестая, что ли? Они каждому хот-догу пастучки дали. Каждому хот-догу, к салатику. Я не могу это так открыть, потому что они не вытаскиваются просто. А, коробка здоровая, кстати. Выглядит это все примерно вот так. Сейчас распакуем. Тут два коробки лежат. Давай из-за здорового питания, колслоу сначала попробуем. Да, надо разогреться. Ну давайте, ладно. А там где-то еще картошечка была, Илья, попозже. А она, наверное, и в другом пакете. Ну картошка это на потом. Салат колслоу. Тут грамм 200, наверное, тяжелая такая. Надо было весы брать. У меня только весы для человека есть. Так, вилку хочу. Давай, Леха, ты первый. Передежон, понимаете? Не одному показалось? Да нет, колслоу пахнет. Ну ладно. Я не хочу оскорбить заведение. Нет, колслоу это капуста, типа морковочек, там мазик какой-нибудь. Кстати, сразу мнение о столовых приборах. Вот вилки в целом достойные. Нет, приборы хорошие. Далеко не самая худшая вилка в моей жизни. Ну, колслоу из столовки. Средние зубчики только слабые. А, там еще что-то типа перца, если я вижу черное. Он какой-то горьковатый. Какой-то капустный. Он не соленый. Он не соленый, горьковатка. Ну, там есть соль в комплекте. Просто капуста, морковка и мазик. Даже без соли. Это типа столовский колслоу. Мазик соленый, по идее. Нет, тут не соленый. Тут вообще соли нет. А, да, и горчит в конце. Горчит он еще. В колслоу столовой. Специй вообще не таких. Хуйня полная. Дай мне это хоть, я есть хоть что-то. Это капуста, морковка и мазик. Это 150 рублей. Выглядит как тупо столовский салат. Столовый стоит 30 рублей. Что ты выбрал бы, Леха? Это или целую шаверму, которая в Питере, как Олег знает, стоит 160 рублей. Блядь, шаверму, конечно. Там соли нет. Ну, типа, может, имеется в виду, что сам досолил, сука. Ну, типа, это не-не вкусно, но... Ну, пресно. Это капуста, йоу. Ну, да, килограмм капусты сколько стоит? 50 рублей. Ну, в сезон 20. Давай дальше пока. Потом еще капусту поедим. Мы сюда пришли есть хот-доги. Все в фольге. Адет их у него так вот. В фольгах, кстати, вот два слоя. Да, скинь куда-нибудь. Упаковки фирменные, 8956. А там хотя бы написано, что это внутри. Они даже сердечки. А, они хот-доги, кстати, никак не подписывали. О, сердечки выставали. А, ладно, все, от Мэна. Только, кстати, их надо все заранее открыть. А если я чуть попозже решил? Ну, хот-доги, ладно, умирают быстро. Подписаны и хорошо тут я докапываться не буду, потому что надпись, она под фольгой. К пиву. Сейчас попереверну. А, они туда подкладывают, короче, вот эту штуку, как пицца. Блин, я думал, этот хот-дог будет больше. Я хот-доги в Питере ел только в Докс. Там они были, по-моему, побольше. И в Шавах. Ну, я еще ел в нескольких местах. Ну, короче, сейчас я достану его и покажу. Не, ну, коробка выглядит уважаемая. Но она, мне кажется, слишком, правда, большая для этого хот-дога. Да я покажу на камеру. Наверное, стоило какие-то тарелочки взять, как мы это есть. Хот-доги едят руками. Сейчас разрежем и съедим. А, кстати, блин, ладно, я еще чек достану. По-моему, куриное с сыром. Что, даю? Это она уедет, короче. Вован, держи сразу правый кусок. Можно мне рукой правый. Жди, иначе не почувствую вкус худога. Да, блин, ну, ну, ладно, это режем его, хрен с ним. Сосиска, разрез худога выглядит как-то так. Ну, там что-то от души всякого навалено. Я так скажу. Ну, начинки много всяких. Что-то типа релиша, кетчуп, горчица. Стоит от 600 рублей. Ну, типа норм вроде. Остренький чуть. А, там, кстати, какой-то худог будет острый. И там можно уровень... Что там еще? Картошка внутри? У меня просто нет картошки внутри с края. Я вот край взял себе. У меня кетчуп, горчица, сосиска, мазик и релиш. Кто? Релиш – это вот эта хрень из огурцов салат. Типа такой с горчичью. Он типа норм. Ну, какие-то еще... Это что, кусочки мяса или типа это... Да, это бекон, я не знаю. Нет, колбаска какая-то. Ну, это вот типа... Что типа грудинка. Это вот типа просто взяли или пожарили картохи со всякими приколами. И наваляю, хот-дог сверху. Ну, типа это в целом-то хорошо. И остренько. Ну, по вкусу мне понравилось. Пиздец. Сука, только я все постирал. А я говорил, давайте тарелочки возьмем. Нет, нахуй. Может, что ли вы за тарелочки сходите? Вытрите. Сейчас выпьем. Мы палубу сделаем. Можно я пойду подмоюсь? Пойди, подмойся, Маня. Все, пизда, руля. Там на полу где-то еще. Блин, на всем. Все, Диеванов форшмачен. Твою мать, штани за 40 гривен. Короче, пока всем больше все понравилось, судя по Лехе, это салат Кулс Лоу, который не соленый. Блин, хот-дог. Хот-дог вроде-то вкусненько. Типа, картоха жареная с чем-то типа мяском, сосисочка. Ну, сосиска вкусная, колбаска. Много соуса, но типа, бля, 600 рублей. Это типа как сколько, 4-5 шаверм. Подожди, где телефон ближайший? Мой вон там, по-моему. Чего ты не можешь поделить на... Я не могу 600 поделить на 150. Ой, на 160 именно. У Олега 160 шава стоит. Меньше чем 4, но больше чем 3. Короче, 4... Это 4 шава. Три шава и пиво. Я вот съел треть. Ну ладно, может чуть меньше треть. Я, конечно, не наелся. Ну типа, я бы 3 хот-дога 2-3 съел бы. Да, мне тоже 2-3 хот-дога съесть. Ну блин, 2-3 хот-дога это 1800 рублей и 2-2 тысячи. Это дорого. Бля, хот-дог нормальный, но я обослал им просто все, что мог. Поэтому минус 2. Да, у тебя еще под диваном он типа валяется что-то. Вот это там было до меня. Нет. Сука. Бля, вот, а. Меньше нету. Там только пыль. У меня там был этот, бля. Диваном не протираете. Готик, бля, че-то. Ну потом. Я, ну, по столу заснул, бля, какие-то отчеты. Какие-то семечки, что это за хуя. Короче, если оценку ставить хот-догу, не отталкиваясь от цены, сколько вы поставили? Из 10? Да. 8. Ну я тоже. Не отталкиваясь от цены, 8, если отталкиваться от цены, ну где-то 4, наверное. Ну да. Я в 2 раза, ну потому что это очень дорого, 4 шавы, 1 хот-дог. Я думаю, типа, можно в принципе тоже неплохой хот-дог найти, дешевле. Блин, что бы ты съел, это за 600 или хот-дог из Шеверленда за 130? Блин, я, короче, хотел, я думал, мы с Иваном на метро поедем, да, я хотел в Шеверленд зайти, взять хот-дог за 130 рублей и показать, что можно за 130 рублей купить. Блин, ну это очень дорого, че-то, типа, ну это вкусно. Вкусно, да. Не, по вкусу вкусно, не по сути, а по вкусу. Ну, очень дорого, чуваки. 600 рублей. Я хотел тебе вот чек дать, чтобы ты цены сверял. Еще сосиска, там, куриная, сыр. А, кстати, сосиски... Умели бы еще читать. Кто-то почувствовал вкус сыра в сосиске? Нет, нет, она просто куриная была. Ну, это не сосиска острая была. Так, картофель к пиву, подожди, блядь, тут хуй разбери. Ананас, бекон. А где тут, а, хот-дог к пиву СПБ. 600 рублей. Ну, так, не, подожди, а где тут? А, там, может, не указывалась сосиска? Ну, нет, как будто каким-то указано, но она указана, а, она сверху указана. Да. С куриным сыром, да. Ну, она не острая была, но что-то острая в нем было. Короче, ну, типа, хот-дог вкусный, но стоит в два раза больше, чем хот-дог. Есть знаменитый хот-дог с тушенкой. А, это рваная свинина? Да. Так, рваная свинина, я помню, Хованский. Хованский назвал этот хот-дог с тушенкой. Он, кстати, грустно выглядит. Мне казалось, я когда обзор тут видел, то там было пожирнее как-то начинки, чуваки. Сейчас это выглядит как-то вот, не знаю, скудненько. Я еще капусты наебнул. Сейчас проверим, тушенка или не тушенка. Ну, тут, кстати, не должно так разваливаться сильно. Подержи сразу в край, это можешь выланывать тросты. Можно мне что-нибудь ультрафравое вот из-за этого, спасибо. И, блин, там внутри мое почтение, я так скажу. Можно как-то на камеру или не похожи на камеру? Давай. Внутри свинины много рваной. Рвали всей семьей. Делали хот-дог, порвали три свинины. Мне еще так она наношает. Ну, кстати, помните, мы заказывали тогда в Докс, по-моему, там тоже начинки было ультра много. Еще зеленью, кстати, сверху сыпят, хотя я знаю, многие зелень сверху не любят, но мне пофиг, я не привередаю. Зелень балдеж. Такая чисто свинина с томатным соусом, с томатной пастой. А, это он острый должен быть или нет? Нет, он что-то другое. Сейчас. Ну, он тоже остренький. Так-то я вкуса мяса не чувствую. Свиная острая. А ее томатная паста, его вообще все забивают. Типа где-то сверху, где-то снизу эта хуйня нарисована, я хуй разбери. Ну да, типа этот без колбаски, поэтому он два из трех должен быть по остроте. Ага, он острый, как и предыдущий. И девушка на кассе сказала, что три это прям нормально. Да. Прям вообще, ну, кстати, нет, это поострее будет. Ну, не сильно. Вкуса мяса нет. Мясо забивает сильно овощи и томатные пасты здесь. Овощи и томатные пасты, острота, и типа у тебя мясо как консистенция. Какие-то волокна жрешь, типа. Не знаю. Ну, это, блядь, вот я такой в походе хавал, он типа, я сейчас тушен. Да. Ну, рваная свинина, он 550 рублей, он дешевле, что ли? Походу. Или даже 500 было, нет? Или 600 было? Ну, пиздец. Блин, чек уебский. Я ничего в нем не понимаю. Рваная свинина, да, 2 из 3 острота, 550 цена, итальянский 500 стоил. Да, под пивасы вы могли заметить, что мы немного путаемся в ценах и называем часто их больше. Оказалось, то, что мы до этого смотрели цены на сайте, и там они реально были больше. Я вам прикреплю сейчас скрин, вы можете на них посмотреть. Вишни, бекон, 550, хот-дог пиво, 600. Блин, там же в чате были какие-то по 700, кстати, мы их не брали, что ли? Скорее всего, нет. 700 это уже для интеллигенции. Я меню, к сожалению, не сфоткал, но этот хуйня, кстати, с предыдущим. Этот хуйня. Предыдущий мне больше понравился, поэтому без учета цены ставлю 5, с учетом цены 3, наверное. Без учета цены 4, с учетом цены 1. Начинки мало. Нет, начинки было как будто много, но я не знаю, я тебя что-то схавал. Нет, ты сам просил, покажи на камеру, начинки много. Я пошутил. Нет, но ее когда ешь, она спрессовывается просто. Она типа вот, в ней нет плотности, это как пачка чипсов лейс, там, воздуха на 50%. Да. Короче, не знаю, вот этот... На вкус как тушенка, блядь, острая, я острая не люблю. Ну, типа, нормально по статье, типа, сойдет, но это уже... Ну, нет, я не знаю, что тогда 3, типа, очень остро. Это было примерно острое для меня, как и предыдущий хуйня. Ну, чуть-чуть поострее. Типа, чуть-чуть рерачи капнули. Чуть-чуть поострее. Ну, все равно, кладок, там по себе хуйня. Да, хуйня, ну, типа, четверочка будет. Вот предыдущий, блин, был пиво прикольный, там еще соуса много было в том. А в этом, ну, понятно, соуса нет, как бы, тут фишка в свинине сочная, но, блин... Купили хорошую тушенку, развалили по волокнам на сковородке. Дешевле мясо купите. Добавили томатную пасту. И болгарского перца. И болгарского перца. Там желтый болгарский перец. Какую-то зеленую хуйню сверху. Ну, типа, петрушки с укропом. Там еще укроп чуть-чуть был. Ну, вот этот хот-дог грустный. 550 рублей. Человеки, в Питере, можно купить в Пиццероне 1,200 пиццу за 850 рублей. В этой пицце я с каким-нибудь Вованом вдвоем нажрусь прям. И это 850 рублей будет стоить. А это стоит, типа, 550, ну, не. Тем более, как бы мы же с собой брали. Мы заведение, ну, так, оценили, типа, пока сидели. Я там ни в туалете не был, нигде. Типа, пива я там даже в заведении, кстати, не видел. Ну, там какие-то у них модные стаканчики для коктейлей. Да, коктейли. Хот-дог – это еда, типа, кривозубых крестьян. Для меня ассоциируется хот-дог впервые. Это в мультфильме «Мумия», когда они пошли на бейсбол. И там вот этот чел, у которого браслет был, его батя, какой-то кореш принес хот-доги и показывал, как он хот-доги заглатывает. Класс. Ну, типа, хот-доги – это еда для кривозубых крестьян. Ну, и продавать их за 600, за 500. Кстати, тут реально, там же были за 700 хот-доги. А сырный 700 был, мы его не брали. Ну, даже если посудить, вот, на пресловутом крафт-венте, где цена за выше 350 рублей хот-доги стоила. Ну, да. Ну, кстати, вот 350 бы стоили, я бы сказал, окей, цена. Я так скажу, мы, типа, делали на мероприятии хот-доги, там просто ебучая сосиска, ебучая булка сверху, с ударенным луком. Еще как кепчук и горчичка. Кепчук с горчичей, и все, типа, блядь, просто залетало. У нас будет классический хот-дог, я надеюсь, там и будет такая начинка. И сколько это будет стоить, 500 рублей? 500 рублей. Извинется, блядь. Очень дорого. Ладно, перейдем к следующему хот-догу. Ну, вот этот пока разочаровался. Грустно, грустно. Там же грустно, например, как вот эти вот ножи хуевые. Да ладно, это одноразовый нож. Человека не убить. То ли делом ножи, майкратег, ебать. Ну, вообще, оружие, вроде, как нельзя, рекламировать. Можно, это же не холодная. Это хозяйственный бытовой нож. Им можно производить колбаску, например, в походе. Давай уберем пока в сторону. Можно открыть им пакет. О, салфетка еще до хрена. Салфеток кладут много. Тут, кстати, еще положили две ложку и вилку уже просто... Ну, вилку и нож. Это я, который спиздил. А, да? А, точно там, Вован еще пока мы сидели. Просто я ее грязными пальцами буду заряпал. О, вот это что-то тяжелое, кстати. Ну, съедим потом. Вторая пивная картошка. Да, сейчас, кстати, очень сильно слышно шелестение, но мне пофиг. Надеюсь, он не убанет. Я буду по одному доставать. Но все остальные поесть колбасками, так что должно быть нормально. Да, но рваная свинина это... Я помню момент, когда Хованский обозревал все хот-доги с обломом. И Хованский ест хот-дог с рваной свининой, такой, по вкусу тушенкой. Обломок такой, Юра, это не тушенка, Вован, сколько мы ее тушим. Я помню, мы с этого момента орали. Это не тушенка, сколько мы ее часов тушим. Фольги, конечно, не жалеют. О, пошел классический как раз. О, классика, а там будет хот-дог канал? Я надеюсь. Я просто решил в тупые шутки залезть. Ой, пизда. Че там классика нарисована? Ну, нет, классика это, блядь, горчичка, майонезик. Ну, там горчичка сверху и лук. А, лук? И пока я жареный. Ладно. А какая там сосиска, Ван, найдешь в чеке? Так, так, так. Классика у нас. Блин, ну, хот-дуки небольшие. Мне кажется, в Докс, когда мы заказывали, они были вот такие длинные. Я не помню. Чеки, ну, этот хот-дог, он вообще небольшой прям. Ну, весит грамм 250, наверное. И стоит 500 рублей, это 2 грамма за... Ой, точнее, 2 рубля за грамм. Это дорого. Я так полагаю, что вот это вот один с собой, это, значит, классика. Да, ну, свиноговяжья. Свиноговяжья. То, что рваной свинины, не может же быть колбаски. Ну, да, тогда, если это не считается за... Ты середину хавал сейчас. Да, бери себе середину. Блядь, мужика дома нету. Да, а я ножи год назад реально точил. Ладно, подержи мою середину. Блядь. Поем середину. А у меня нет просто спонсоровых ножей со мной. Ну, тут еще бекон, огурчики, это не классика. Ну, все. Да, там еще бекон, огурчики, да, огурчики. А я кетчупа не вижу только внутри вообще. Наебали на кетчуп. Блин, я его еще в рот не могу засунуть, я его буду так сверху есть. Что за штучек? Жареный лук. Блин, еще горчица вся медовая. А где кетчуп в классическом хот-дуге? В течке... На какой-то кусок бекона он куда-то заспавнился. Да, там есть бекон. Там огурцы, бекон, сушеный лук, горчица. А где кетчуп? Колбаска сухая. Она, кстати, как будто меньше, чем куриная была. Мне казалось, куриная была толще колбаска. Да, и самое интересное, что куриная была по ощущениям сочнее, чем эта. Ты прям ешь сухая колбаска, пипец. Да. Ну, по вкусу вкусно. Колбаска сухая, но она сухая, пиздец. И прям хочется запить. Сам по себе это самый сухой хот-дуг. Тут не соус, тут соуса нет. Единственный влажный ингредиент это вагины вашей мамки. В смысле огурчики. Это фанатки Абу Аму. Да. Якутскими прописками. Да. А там еще лук есть. Который пишет в комментариях, что вы, блядь, просто не понимаете. Это, блядь, для элиты. Не, знаешь, мне рафляный коммент был после предыдущего обзора. Когда я тебе сказал в обзоре, что вот они сыпят сухие специи сверху на пиццу, а Олег постоянно хуесосил, и там мне какая-то девчонка там писала, ой, за что вы это критикуете, это же бизнес. Если Олегу это не нравится, это не значит, что он не должен этого делать. Я такой, чего, блядь, что пиздец, это проститутка, как говорил тесак. Ты понимаешь, фанаты, они особенно обломные. Блин, колбаска, она прикольная, мясная, она такая сухая. Да, она прям неимоверно сухая. А на суше, чем куриное, почему? Мало жира кладете. Деба, реально хочется запить. И кетчуп, нет? Ну, это этот хот-дог на 5. Ну, такой, типа. На 6, ладно, 6. Такой хот-дог, типа, блядь, можно с пацанами на кухне сделать. Да, блядь, купить сосиски-останки на это не сочетание. Да нет, даже всякие какие-нибудь купаты купить. Да. Типа, чтобы, блядь, колбаска была. Или чевапчик. Кал. Кал говна. Ну, он лучше, чем рваная свинина. Ну, да, лучше, чем рваная свинина. Но не настолько, насколько лучше, чем куриный. Может, пивка еще принесем? Давай. Жалко, что он не отличается. Так, кстати, чуть-чуть горчичей на носу. У меня? Сейчас чуть-чуть на носу на кончике, да. А не хотел бы ты слезать? Хотел бы. Как правильно продолжать обзор, достать второе пиво? Ну, и жарко опять. Пока норм слеп, пока что пиво холодное. Не знаю, я прям теку. Как фанатки Дружа по его обзорам. По его сухому хот-догу. Надо же хот-дог как-то смачивать. Следующий, хот-дог четвертый. Мы уже съели суммарно по хот-догу. Кто-то наелся? Нет. Ну, так, типа. Я еще как бы пол-литра пива выпил. Ну, кстати, да, ты еще пол-литра пива мы всосали, кто не наелся. Вот если взять шару и пиво, ты наедаешься. А если взять хот-дог за 500 рублей и пиво за 50 к нему, то ты не наедешь. За 500 рублей, если вот в реальной жизни, да, вот не в мечтах обломова, то за 500 рублей ты можешь купить две шавермы на тарелке. Ну, ладно, по 260, по 270, окей, можно купить. И пиво, и ты, бля, обоградаешься вкуснее. Не, я имею в виду на два... Не, ну, в смысле ты хот-дог и пиво, либо две шавермы. Ну, типа шава 200, пиво 50, 250, и вот вдвоем на пятихатку вы наелись. За 500 рублей можно купить две пачки пельменей. За 500 рублей, бля, еще мясо купить, два килограмма филе. Мочу любого палачанки можно купить. Так, подожди, а это с ананасами? А мы же вроде говорили, нам не надо с ананасами. Не, мы брали с ананасами. А, мы грибной не стали брать, да, все, ананас с сердечкой. Но он, кстати... Маленький. Нет, он упал, я имею в виду. Ну, это, не знаю, видите вы или нет, на камеру, бля, он, короче, на бок упал. Ну, это уже вы хуево доставили. В смысле? Ну, бля, там, я хочу выразить мое уважение водителям такси. Да не, он не развалился, кстати, нормально. Ну, ананас, вот тут мое почтение. Бля, я помнишь, Лех, как мы в Крэнк Пицце были? Бля, я, да, я заказал. А, ты заказал, а у нас гриль. Я заказал ананасы, гриль, Крэнк Пицца. Они стоили что-то около 300 рублей, по-моему. Да, и принесли два колечка. И принесли два колечка на гриле. Пока, почему? И, ну, прям дерьмовые на вкус. И дерьмово почищенные, вот это. Я такой... Да, там, короче, вот эти, знаешь, наружу черные штуки были. Класс. Скорки. И такая хуйня была. И, типа, еще соус там был, и такие сладкие чили. Блин, булки, это как-то немножко разваливаются. Держи. А, да, там сладкий чили еще уксусный какой-то был. Это ананасовый, держи. Это какой-то там острый перец. Смотрите, как скудно просто. Ну, вот сколько там было тушенки. Смотрите, смотрите, как скуфно он выглядит. Это... Блядь, у меня блока пошла. Блядь. Кот-дог для скуфидонов. Почему тут вот в нем реально мало начинки? Тут я держу его на тарелке, но все хуйня скитается. А, это ананас-бекон. Тут, типа, ананас внизу... А, кстати, а что внизу бекон так слабо жарен, он как сырой? Я сейчас ананас съем. Ну, типа, похуй, застрал всю хату. Чуваки, а что сложный бекон пожарить нормально? Почему он как сырой, варяется? На нем колера почти нет. Ёпт твою мать. Я не могу. Вырубай нахуй камеру все. Почему только Вован так ест? Почему у нас с Лехой не разваливается? Да ёбаный. Ну, просто вилочкой ешь со стола. Хуя. Ты, кстати, еще больше всего ананаса, да? Я тебя ананас украду. Да, блядь. Я люблю ананасы. Это что за курица? Ой, вон, жир от бекона какой-то невкусный был у меня сейчас. Это бекон? Да, только у меня какой-то жир, блядь, мерзкий был у него сейчас. Блядь. На вкус как какая-то отрыжка. Просто бекон какой-то сырой. И он как будто не копченый. Может мне показалось? Это тоже, кстати, острый, да? Ладим ананас мне полюбать. Ой, я увидел сейчас сыр в сосиске, но во вкусе его нет. На бетерку. Очень люблю теплые ананасы. Я, кстати, в этом хот-доге почувствовал вкус сосиски. В другом, где была сырная, куриная, я не чувствовал. А еще у меня катьбулка черствая. Хуйня тоже. Ладно, дайте уже хот-дог поел. Блин, единственное, что в этом хот-доге прикольное, это колбаска. Ну да. Начинка, хуйня, бекон вообще какой-то не чувствует себя. Я его сырой проглотил и все. Ананас. Я его отдельно съел. Мне не нравится это сочетание ананас-бекон. Съел с ананасом. Там яркий вкус ананас идет вначале, и потом вот эта сосиска, и типа все. Никакого, блядь, нормального. Ни соуса вкуса, ничего. Ну, как-то соуса и нет. Ну, типа в целом-то жирно-мясисто. У меня еще в конце черствая булка на краю была. У тебя не была? Ну, немножко. Нет, она прям такая сухая, мерзкая. Не знаю. Пять. Без учета цены. Да, пять. Без учета цены. Это, наверное, второй после рваной свинины. Нет, побольше, да, на самом деле. Ну, хотя ананасы, насколько я люблю, все ходят с ананасами, но тут ананасы какие-то были такие себе грустные. Они как будто они так лежат просто, что их тяжело есть вместе, а не отдельно их хочется съесть. Какой-то бесплант. Не, ну тут сосиска вкусная. Мне куриное вот сыром понравилось, я тут почувствовал. Опять вкуса сыра нет, она просто за счет сыра сочная какая-то. Она есть фанатам облома. Я придумал, что написать фанатам облома под этим им ссором, если они будут, что вы, блядь, резали эти хот-доги, а надо было есть целиком. Ну, я попробовал в разных хот-догах серединку и краюшек. Нет, нужно было целый есть. Ну да. Да, то есть нам надо было заказать не на 4 тысячи, а на 12 тысяч. Скиньте донат 12 косарей, мы по целому съедим. Да нет, в принципе, я в каком-то хот-доге съел серединку, и такое не сильно отличается. Тем более, ну начинка же с края тоже должна быть. Не знаю, пока что-то так себе. Пока понравился хот-дог только к пиву. К пиву, да. Да, к пиву было балдено. Остальные прям что-то... Ну вот, кстати, я его поставил на второе место после к пиву. А я на третье получается поставил. А на второе какой? На второе мы поставили... Классику? Классику. Ну да, классику на второе поставил. Классика, подожди, мы сейчас съели пятый получается. Или там еще два, там четвертый, значит. Первый был у нас, типа, был к пиву, к пиву. Классика, тушенка и этот. Да, четыре, там еще два. Вот классика у меня была бы на третьем месте, а тушенка на последнем тогда. Ну у нас у всех тушенка на последнем. Клеев, невозможно снизу вытаскивать просто. Зарежь его нахуй. Ай, бляд. Ай. Да ладно, не резу. Неудобный, маленький пакет. И надо больше делать. Зато они, конечно, там плотно сидят. Из-за того, и стойки их можно в кукольных домиках потом ставить. Да. А можно еще, типа, Олегу сказать, садись. Или так. Втроем. Это у нас вишна. Ладно, это вишня, но просто на вишну похоже. Что-то на индийском. Вишна. Ну нет, я просто как... Это типа вишня-арахис. А, нет, вишня-бекон. Тихо, нахуй. Так, вишня-бекон там... Нахуя на хот-дог насрали. Блин. Да ладно, ну нет, выглядит просто что-то как-то... Он грустно. Вот так бедно выглядит. Вот сколько он стоит? Пятьсот пятьдесят, наверное, да? Пятьсот пятьдесят. Там свиная острая колбаска. Чуваки, ну вот... Вот это выглядит на пятьсот пятьдесят рублей. Не, блядь, нет. Это выглядит, типа, ну на двести пятьдесят. Это выглядит на сто пятьдесят. А причем там вишни только в центре. То есть у нас сейчас кто-то только из центра будет вишни жрать. Это вишня-бекон. Кстати, я помню, был прикольный в этом... Вот в целом вокзал 1853 или какое-то говно место. Но я там в какой-то шаве ел прикольную шаву рваная свинина и вишня. Шава стоила триста пятьдесят рублей. Она была большей на жерсти, чем этот хот-дог, и была вкусной. Причем это место, типа, какое-то дорогое ебаное, но там шава была триста пятьдесят рублей. Рваная свинина и вишня. Вот там как-то за счет... Держи. За счет рваной свинины плюс вишни это не казалось прям такой тушенкой-тушенкой. Че, возьмешь серединку? О, ебать, там винегрет. Ладно, спасибо. Ну, тут как бы начинка как будто побольше. Не, ну ладно, она тут как-то снизу есть, просто он сверху грустно выглядел. Сейчас разрез покажу. Ну, это выглядит как винегрет, нахуй. Поддох с винегретом. Ну, сосиска, чуваки, ультрасухо выглядит. Там вообще ни капли сока не видно. Еще эти листья салата сверху какие-то, блядь. Что это за салат, типа Романа какой-то? Ммм, хот-дог с вареньем. Очень сухо. Какая сухая, это колбаска свиная. Блядь. Это откусил, типа, который сверху хватит, торчит? Это хот-дог с вареньем. Фуя. Тут в вишни нет, ни кислинки, ничего. Это просто вишневое варенье. Я помню, Олег раньше доебался, да, когда он заказывал там клюквенный вишневый соус, он говорит, это варенье. Тут нет никакой кислинки, это просто вишневое варенье. Бекон чувствуется, копчененький. Блядь, хуйня. Он сухой пиздец. Особенно если этот край ешь. Я ел сейчас еще вишню. Блядь, да серединка сухая, ничего, ну, больше край. Булка какая-то, не знаю, она у меня твердая, что ли. Ну, они, понятно, они их не сами выпекают, говорили. Ну, у меня теперь просто сухая хуйня осталась. Блин, док. Скажи, докс, по-моему, были вкуснее. И больше. Наверное. Блядь, я сейчас хочу остаться просто вареньем. А ты же тоже вон докс ел с нами? Когда? Вам тогда докс понравился, а мне? Ты ел, как-то ты еще не уехал в Германию тогда, мы докс съели. Там на хот-дога еще сбоку докс, наверное, не тихо. А-а-а. А-а-а. Собаки. Я наручу на туман. Поэтому сейчас просто осталось, короче, варенье и тесто. У тебя в хот-догах было меньше булки. Она была тоньше. Там начинки как будто было больше наваленности. Там какой-нибудь фарш или еще чего-то. И они были подешевле, по-моему. Вот у нас в школе вот такие пирожки продавались с вареньем. Да. 3,50 стоили. 3,50. Ты в каком году в школе учился-то? В 2002. В 2002 я в 2003 в школу пошел. Ну так вот. Ты в один год со мной в школу пошел. Да, она может в третьем, похуй. У меня в школу была такая, там не продавали пирожки. Я в бедной школе был. Не в богатой Буйской, а в бедной Вяземской школе был. Так у меня батя Мэр Буя. Блин, ну пока грустно, короче, что-то. Не знаю, вот этот ход 3. Даже 3. Да, но хуже, чем рваная свинина. Он сухой. Да. Он невкусный. Это, ну реально, бекон не чувствуется, его варенье забивает. Если бы оно было реально какое-нибудь кислинкое, какое-нибудь типа пряное, типа со стринкой, я не знаю, еще с чем-то. С какой-то специей в этом варенье интересной. А там просто типа, блядь, сухую колбаску с вареньем. Вот у меня малиновая еща, булку возьмем, какую-нибудь сосиску и навалим туда. Ну, по-моему, как можно этот хот-дог лучше сделать. Короче, выкидываешь нахуй все, кроме варенья, и я бы это за 100 рублей с чаем заточил. Да, я тоже. Ну, типа, блин, я не знаю. Там просто бекон, кто не почувствовал бекон там? Я один раз, как я не варен, бекон был. Я ни в одном хот-доге бекон не почувствовал, понимаешь? Даже если я видел, что он там есть, то не чувствовал. Ну да, его обычно мало, и он как-то слабый. Я, по-моему, в классике почувствовал бекон. Блин, ну пока как же хороший был пивной хот-дог. А ты что тут наелся уже? Я еще не наелся. Я хочу булки доедать. Булки много, у нас последний хот-дог еще картоха. Ну я, кстати, уже, ну так, я начал чувствовать насыщение, но мы уже почти по два хот-дога сожрали. О, я вляпался, в остатки предыдущего хот-дога. Так, а вот это, у нас вроде что-то должно быть с арахисовой пастой. Какая же ты сменота, нахуй. Мне плохо, я панк. Как говорится, ты с панком разговариваешь, могу и обоссать. Можешь еще в кроссовок нассать и выпить? Давай. А, это Италия, у нас нет с арахисовой пастой. Мне казалось, мы брали с арахисовой пастой. Там было с арахисовой пастой? По-моему, да. Может, мы не взяли. Короче, это итальянский. Что у него итальянского будет сейчас? Блин, он должен перевернуть. Да он просто перевернулся. Блин, а зачем они ставят эту подпорочку сюда? Эта коробка слишком широкая для этого хот-дога. Это, знаешь, как дверь, дверной по району кулаком ебать. Вот это так же. Блядь, я что-то вылетел, нахуй. Блин, я его перевернуть не могу. Блядь, а просто, короче... Зачем, нахуй, у нас? Ладно, это вяленые томаты. А сверху еще сыр какой-то желтый, не знаю. Я не знаю, он выглядит на него еще будто селень. Блядь, он выглядит, как типа из какой-нибудь хот-дога селом, какой-нибудь шахухи дешевый. Ой, мне серединка достанется. Держи край. Бля, ну хот-дог пил, кстати, подожди. Он был, по-моему, самый дорогой. 600, да. Держи, да. Видимо, это какой-то предел цены. Нет, там сырный 700 есть еще у них. Ой, ну его не с вами не промывали. Да, реально, они выглядят, как дешевая хуета. Да нет, они выглядят, как хуйня запрессивная. Золотое сечение хот-дога, ебаня. Она просто пронзила его. Да. Ну, короче, там внутри типа пепперони, сыр какой-то засохший уже и сверху вячный томат. Что это за чипс? И микрозелень. Блядь, у дружи какой-то фетиш на микрозелень, будто если положить микрозелень, это значит, все, блядь, элитное блюдо становится. Ммм. Сухая колбаска. Ну, хотя бы вкус ее чувствуется. Это из-за колбаски пепперони вкус. А, да, это пепперони вкус. Лучше бы они сюда просто пепперони напихали. Он сухой, тут нет соуса почти. Лучше бы они вместо вяленых томатов какой-нибудь пицца-соус сюда запихли. Блядь, я куснул один раз, и все эта хуйня просто испарилась. А тут в центре только начинка, остальное уже хлеб. Я куснул колбаску отдельно, у нее нету вкуса. Она типа, она просто острая слегка. Поним. Хочу попробовать. Сервелат московский, по-моему. Это пепперони сверху, наверное. Да ты себе левелат ебаный. Колбаска сухая. У нее вообще нету вкуса. Нет. Блядь, вот я куснул один раз, сука, у меня рот не самый большой в мире. Там вкус паприки. Где, блядь? И остроты. Ну, все. Не знаю. Я рот ебал. Блин, знаешь, что этот обзор напоминает? Блядь, я достал колбаску, все, нихуя вообще там нет. Там ни соуса, ни хуя, блядь, ни жизни, ни веселья. Короче, напоминает предыдущий обзор, когда мы начали с хорошей пиццы. И тут начали с вкусного хот-дога к пиву. Какой же он был хороший. Почему остальные хот-доги нельзя класть только соуса? За это колбаска. Почему они, блядь, такие сухие? Ну, это под пиво, типа. Вопрос к тому, почему колбаски такие сухие. Да. Типа жира в них мало или что? Не знаю, они прям сухие. Нет, сырная только не сухая. Потому что там сыр, типа, течет, и он за счет жира создает ощущение сочности. У нас еще картошка там есть. Да. Не, ну, кстати, колбаска как будто чуть более влажна стала. Это вот поднялось от уровня бухие одноклассницы, когда ты к ним пристаешь, до уровня примерно твоя бывшая. Твоя бывшая и уровень зависит от состояния алкогольного пьянения. Обычно так, когда ты пьяная, она может высоко быть. Ну, типа. Ну, типа, это чуть получше, чем ничего. Не знаю, я бы только, я реально вот мог бы прийти туда и в заведение взять хот-дог к пиву. Остальные не... Такая хуйня. Классику я бы купил, если бы классика стоила, типа, 350 рублей. Жалко, типа, вот мне кажется, если бы Обломов делал анонимный обзор на собственные хот-доги, то он их обосрал бы. Ну, блядь, реально, если сравнивать с шавой, каждый хот-дог это... Три-четыре сколько шавы там у нас? Три шавы. Ну, три шавы. Ну, ладно, давай по 200 брать. От двух с половиной... Три шавы. Да, двух с половиной до трех. Ну, это дорого. И многие из них это не так вкусно. Хлеб. Блин. Безду. Ну, давай у нас еще картошка осталась, попробуем. Там одна картошка какая-то стоит 280 рублей. Я подозреваю, что вот эта. Она выглядит презентабельнее. А, блядь, там одна картошка будет 350, стоит одна 280, ебать. А, именно 350. А я их не отличу сейчас, я не думаю, что они подозревают. Ты вкуснее. Отчихляйте вилки. Ой, блядь, опять, короче. Вторую. Олег, а почему... А, ну ладно, почему сверху не накрыть как-то этой хуйней? Она размокрала вся. Да? Да. Класс. Ну-ка. Это просто соус Бульгоги. Что, просто? Без колы? Там нет сладости какой-то особой. Нет, ну что-то есть. Есть сладость? Наслажайте, чем-нибудь Барбекину чуть. Так, ну, так давно едет вот сюда. Ну, да. А, нет. Послевкусие горелое какое-то есть. Будто колу выпарили, она сгорела. Нет, вот этот соус хуйня. Бульгоги, что это такое? Выглядит как киченесс. Печеная. Да, под пивас тут еще такая тема про этот соус Бульгоги или Бульгоги. То, что у нас это какой-то киченесс со Шри Ращи. Соус на основе соевого соуса. Он выглядит не так, но, походу, на вкус должен быть не таким. Или нам не тот положили, или просто они продают вообще не тот соус, который должен быть. Выглядит как тысяч островов. Ладно. Блядь, наденься. Что-то типа киченеза со специей. Остренький еще, с Шри Ращи. Блядь, а это как это? Нихуя себе. Ну, типа, норм. Норм, но тот соус хуйня. Я не знаю, что с ним надо есть. О, а что он там запрекал? А-то картоха уже с соусом. Да. А, это такая же картоха по-деревенски, но с соусом и с руком. Ну, по вкусу это картоха. Блядь. Что я могу сказать? Вот это говно. Вот сюда я могу предъявить то же самое, что дружи предъявляет KFC ко всякой хуйне. Они пытались придумать блюда из того, что есть. Типа, вот как в KFC есть твистер, какую-нибудь хуйню грибной соус добавили, это грибной твистер. Есть картоха, сушеный лук, блядь, какие-то шматы халапеньо. И сушеный лук, типа, полили это соусом, это блюдо. Нет, это типа хуйня. Да говна въебал. Оно 380 рублей стоит. Ну, 380 рублей можно и говна въебать. Сколько там стоит это вот в шаверно? Нет, ладно, вот это 350 рублей, вот это 280. Донер? Да, дороже въебать за такую цену. Или про что? Да, да, да. Донер в шаверно, по-моему, 350 рублей стоит, да, Лех? Ну, это полкило жратвы, где много курицы, много соуса. Донер в шаверно, вот это картошка. Да, кстати, там у них тоже есть картошка-боксы, но они, по-моему, подешевле. Там тоже самое, типа, картошка с соусом. Кстати, да, это по цене донера шаверно, нахуй. Да, еще вот эту картошку, еще в соусном качестве, там уже должен быть соус. Я видел там соус. Он настолько беспонтовый, что приходится макать. А, а знаете, в чем прикол? Там бекон, типа, есть, никто его не почувствует. Это какая-то пятислойная посторонняя беконная. Да. Блядь, я что-то вронил в соус. Это вообще не предполагается, что вы это в соус будете макать. Это, типа, самостоятельное блюдо, которое надо же... Вот это, типа, в соус. Я вообще понял. Давай я там свою хуйню заберу. Все, что делают дружбы, хуйня. У него еще в Москву-сити сейчас заведение открылось какое-то, где там картошка, греча с котлетой по 700 рублей. Блядь, мне кажется, типа, его блюда и 200 не стоит. Ну, вот хуйня. Но пивной хот-дог был достойный. Да. Пивной хот-дог. Блин, еще стоил бы он 400, а не 600. Да. 600, это очень дорого. Это три шавы. Но остальное, это пиздец. Три шавы нормальных цен, они дружи. Ну, короче, бля. Ну, халапеньо прикольно, да. Ощущение такое, что он придумал, типа, вот это все для просто наеба фанатов, чтобы фанаты жрали. Что, кто-то замечает здесь 4 косаря? Нет. Типа, я наелся. С довольной лыбой, ебать. Ты наелся, ты бы так же наелся бы одной чабаты, блядь, из шеверного донора. Да. Да. И ты бы потратил не 4 тысячи рублей, а 370-350. Ну, причем мы, кстати, реально, вот картошка, картошка здесь, кстати, самая нажористая, вот эта. Потому что она жирная, блядь, она там с соусом, с жирным луком, ей наешься точно, в отличие от хот-дога. Картоха с мазиком хуйня. Да. Ну, там, кстати, какой-то соус, не пойму какой. Блядь, она все смешилась. Просто мазик. Кто, блядь, картоху по-деревенски, которая в афературии должна быть хрустящей, засыпает всей хуйней, чтобы она стала, блядь, вялой. Ладно бы эта жареная картошка была, типа, на сковородочке, которая. Но нет, это блюдо собрали из того, что было, чтобы сделать это блюдом. Короче, хуйня, не знаю. Единственное, что порадовало, пивной хот-дог. Дороговато, но хотя бы вкусно. Ну, может быть, классика. Если туда кетчуп добавить хотя бы, блядь. Обзор можно назвать вялые хот-доги. Ну, не, они же, они как бы стояли. Помнишь анекдот сегодня читали, типа, мужик пришел в больницу, а там доктор, пессимист, оптимист, реалист. Приходит к пессимисту и говорит, доктор, у меня член не стоит. Он такой, о, все плохо. Ой, посмотри, так он у вас и висит что-то как-то плохо. Дальше идет к оптимисту. Доктор, у меня член не стоит. Ну, посмотрите зато, как висит. Он такой, о, понятно, ухожу. Приходит к реалисту. Доктор, у меня член не стоит. А ты что сюда ебаться пришел? Надо свинью было принести и хрюкать ей. Короче, мне сегодня, знаете, что больше понравилось? Вот это картоха вялая. Она слиплась друг с другом. Да, ну, зато я этим на 350 рублей наемся. А остальным нет. Ладно, нет, пивной хот-дог был вкусный. Вот эта вот хрюкать вялая. Почему она так плотно утрамбована? Почему у вас нет, типа, каких-то баночек побольше по размеру? Она же утрамбованная, она конденсатом облипает вся. Если это просто будет больше, чем 5 минут так лежать, оно мертвое. Все, блядь. Вот эта картоха, она вторая по мертвости после картохи фри в KFC, которая мертвая, как тебе ее только принесли. Это умирает через 5 минут. Картоха из мака умирает, наверное, минут через 7, из Бургер Кинга через 15. Из Шеверленда, когда была хорошая, через полчаса не умирала. Оба, на 5 минут. Обгонялся. Короче, честно... Бля, Лех, какой обзор подряд? Честно говоря, потраченного времени жаль. Бля, трижды переваренный кал. Ну, я не знаю. Если я картоху доем, я сейчас наемся. Но хот-доги... Это хуйня. Это хуйня. Ну, кроме пивного, он вкусный. Потому что там много соуса. Там сверху куча соусов, внутри соус. Огурчики. Он сочный, он вкусный. Он дорогой, правда, блядь. Стоил бы он 400 рублей, я бы сказал, я готов за этим хот-догом приходить раз в неделю туда, наверное. А так, ну, я за 600 рублей не готов туда приходить. Вообще никогда за хот-догом. Но остальные это прям что-то грустно. Какая-то каловая масса говна. Сует-да. Ну, да. Но другие обзорчики постоянно лежат очко. Особенно я коррежу, когда чуваки из Москвы приезжают, и типа они свои московские цены на Питер перекладывают тоже. Хотя у них обычно подороже. Это как, блядь, вы шизы. Но у них всегда тенденция, надо, если мы делаем обзор на заведение дружи, мы раздвигаем ягодицы и лижем очень тщательно. Потому что это наберет просмотров. Ладно, народ, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на ВК, а то еще там YouTube закроют. А на сегодня все, до новых встреч. Сколько, кстати, оценка заведению? Три. Из скольки? Ну, из десяти. Ну, блядь, четыре пусть будет. Четыре, да. Ну, прям отрицательно не хочется. То, что дорого, но что-то и не очень вкусно. Да. Четыре из десяти, чуваки. Там какие-то коктейльчики, может, есть там еще какая-нибудь хуйня. Да коктейльчики где угодно. Заведение, типа заведение норм. Там все такие молодые и мудные, что мне прям даже неудобно стало. Да, и мы такие пожилые, я еще вонял, потом не сидел. Ладно, народ, всем пока. Бля, ебать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.